Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы ответить на вопрос в видео, почему мы являемся плохими инвесторами, где основная собака порылась. Смотрите данное видео обязательно до конца, если вы хотите понимать, какие, на мой взгляд, причины приводят к тому, что мы являемся плохими инвесторами. Таких причин несколько. То есть первая причина, основополагающая, как мне кажется, заключается в том, что мы не понимаем, что такое инвестиции. Мы путаем понятие инвестиций и спекуляций, а из этого вытекают все последующие ошибки. Давайте еще раз определимся с понятиями, что такое инвестиции, в принципе, в теории. Инвестиции это размещение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. Исходя из этого, мы понимаем тогда, ну то есть если мы признаем за аксиому данное определение, то в этом случае мы должны взять, посмотреть свои активы и начать их калибровать. В тот или иной актив в любом случае вносится денежные средства. То есть если вы не вносите денежные средства, вас в партнерство какое-то пригласили, ну то есть вы, допустим, временем своим или знаниями входите, то есть денежные средства не вносите, но здесь идет монетизация денег. То есть в любом случае мы вкладываем денежные средства. Куда мы их вкладываем? В объект предпринимательской деятельности. То есть в некую такую машину, в некий механизм создания потребительской ценности. В этом случае частые вопросы, да, связанные, что будет с рублем, что будет с долларом, что будет с недвижимостью. Ребят, давайте тогда мы подумаем и разграничим это. У меня есть деньги, рубли. Я рубли вложил в доллары. У меня есть доллары. Это инвестиции или не инвестиции? То есть еще раз, инвестиции это вложение в объекты предпринимательской деятельности. Доллар это объект предпринимательской деятельности или нет? Криптовалюта, биткоин это объект предпринимательской деятельности или нет? И просто вот эта вот простая диагностика, да, она позволяет сразу ответить, это инвестиции или нет. Потому что помимо инвестиций есть спекуляции. Спекуляция это то, купил по рублю, продал по 2. x2, x3, x5, как правило, это находится в плоскости спекуляций. И когда мы спекулируем, нужно понимать то, что есть такой принцип большого дурака, про который говорит Уоррен Баффет. Все хайпы, все финансовые пирамиды, они строятся именно на этом принципе. То есть, что завтра будет кто-то, кто будет готов заплатить за то, что вы вчера заплатили рубль, кто-то будет готов завтра за это заплатить 2 рубля. И в этом случае наши инвестиции, которые люди называют это объектом инвестиций, они попадают в такую некую ловушку. Инструменты предлагаются неограниченному кругу лиц, вы сами не можете прогнозировать спрос. Спрос в моменте может быть высокий, а предложение ограничено. Последняя такая история, очень показательная, это криптовалюта. Желающих купить очень много, это все растет в цене, никто не хочет такой актив продавать, такая корова нужна самому, только докупают. И в итоге мы попадаем в петлю обратной связи. Человек, который купил раньше, видит, что цена выросла, он его продавать не собирается, его все устраивает, а другие все хотят купить. В итоге цена на вот этот объект начинает расти все выше, 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 выше. Но если по какой-то причине, которая не управляется, не прогнозируется, то есть вы ничего с этим сделать не можете, произойдет обратная тенденция, то есть желающих продать станет очень много, а желающих купить не будет. Ну вот все крахи, да, криптобирж, криптовалют, которые происходят. Что в моменте происходит? Узнают, что там конкретно эта монета ничем не обеспечена, или обманывали, да, тем, чем она обеспечена. Все хотят продать, и никто не хочет купить, да. То есть вы получаете неконтролируемый, неуправляемый риск. И спекуляции, то есть это средство дохода, не является инвестицией, является спекуляцией. Именно поэтому спекуляции очень рискованы. Это не объект предпринимательской деятельности. Это не история, связанная с тем, что если вы будете, не сможете продать долю в каком-то бизнесе, сам по себе бизнес для вас сгенерирует в будущем денежный поток, который вы можете направить на реинвестирование. Второй момент. Как можно, опять же, распознать спекуляцию инвестиций? В случае, когда для получения прибыли вам необходимо уменьшить долю владения активом, это спекуляция. Непонятно, да? Давайте тогда на пальцы. Доллар стоит 30 рублей. Покупаем 100 долларов. То есть вложили 3000 рублей. Доллар вырастает в цене, стоит 60 рублей. То есть сейчас стоит 6000 рублей. Мне для того, чтобы получить мою прибыль, 3000 рублей, которую я заработал, нужно продать 50 долларов по 60 рублей. Да, я прибыль получил в рублях, но количество долларов, которые остались у меня в кармане, оно уменьшилось. У меня их стало не 100, у меня их осталось 50. То же самое с криптовалютами, ну и со всем другим, да? То есть где вот попадает эта идеология, что вы зарабатываете на разнице курсов. Когда вы покупаете акцию за 100 рублей, то в случае, если она вырастает, не знаю, там до 200 рублей, она вам еще ежегодно платит дивиденды. Ну, пускай 10% годовых. То есть на вложенные 100 рублей вы еще 10 рублей получаете денег. И вы на эти 10 рублей можете купить еще этих акций. И еще. Можете забрать себе дивиденды и потратить, как рентный доход. Но при этом стоимость владения у вас как была, там одна акция стоимостью 100 рублей, она так у вас и осталась. То есть у вас и кэш есть, деньги, прибавочная стоимость. Объект предпринимательской деятельности с целью получения постоянной прибавочной стоимости. Прибавочную стоимость вы получаете и в дальнейшем на свое усмотрение. Хотите реинвестировать, хотите тратить. И поэтому получается, что я живу в достатке, я получаю денежный поток от реализации прибавочной стоимости, не уменьшая стоимость владения. А в случае, если у меня происходит рост, у меня есть еще возможность увеличить свою долю владения за счет денежного потока от объекта предпринимательской деятельности. И это опять к вопросу о том, что когда вы вот это вот четко для себя устанавливаете, эти параметры, то тогда вы понимаете, спекуляцией вы занимаетесь с инвестицией. Говорит ли это о том, что спекуляции невыгодны? Говорит ли это о том, что нужно заниматься только инвестициями? Нет, ребят, ну кто-то профессионально занимается спекуляциями, торгует даже акциями. И работая с акциями, философия его собственного дохода заключается в спекуляциях. Это люди, которые говорят, мне пофиг на дивиденды, мне дивиденды неинтересны, я хочу купить акцию Tesla по 20 долларов, а продать по 400 долларов, заработать иксы. И пофиг, что она там 7 лет не платит никаких дивидендов для акционеров. Это тоже имеет право на существование. Другой вопрос, что со временем, с опытом, спекуляции становятся все более и более рискованные, инвестиции со временем становятся все более и более безопасными. И плохими мы инвесторами являемся по одной простой причине, потому что по факту 80% участников, которые вкладывают свои денежные средства, они вкладывают их не в инвестиционные операции, а они вкладывают в спекулятивные операции. А потом бегают с больной головой, а я купил с плечом, а это все упало, а что мне теперь делать? Понимаете, когда у вас инвестиция даже вложена по 100 рублей и акция упала до 50 рублей, вам все равно выплачиваются дивиденды. И на эти дивиденды вы можете купить этого же самого актива в 2 раза больше, чем вы купили бы до падения. В ситуации, когда вы являетесь инвестором, любое падение рынка вами воспринимается с благодарностью, потому что у вас есть возможность увеличить долю владения. Когда же вы являетесь спекулянтом и ваша прибыль формируется за разницу цены, а цена на актив упала, вы имеете фактические убытки, которые перекрыть, кроме как или оставаться в этой позиции, или усредняться. То есть часто люди усредняются, как правило усредняются за счет использования заемного капитала. И есть такая поговорка «доусреднялся». Ловля падающих ножей, доусреднялся – это вся история, связанная со спекулятивным характером сделок. И здесь нужно быть профессиональным, и здесь нужно уделять очень много времени. Инвестиции, они более спокойные, более стабильные, более надежные. Поменяйте свое миромозрение, поменяйте свое мышление. Моя практика показывает, что любой спекулянт, ну то есть вы сейчас с вероятностью 80% смотрите данный канал с целью спекулировать. Потому что самые просматриваемые видео по статистике на нашем канале, что будет с недвижимостью, что будет с долларом, что будет с какой-либо валютой, какую акцию купить, чтобы через год заработать там сколько-то процентов. То есть я не сужу вас и не оцениваю вас. Я говорю о том, что когда речь идет про инвестиции и ролики про инвестиции, промышление, как выбирать компанию, как отбирать компанию, они собирают просмотров в 10 раз меньше, чем собирают ролики, направленные на спекулятивную составляющую дохода. То есть 90% людей, запрос у нас в стране связан со спекулятивной прибылью. Но при этом очень важно понимать, что вы все равно в конечном счете превратитесь в инвестора. Любой спекулянт, ну если это вообще там уже не диагноз, шизофрения, любой спекулянт в конечном счете превращается в инвестора, если он сохраняет хоть какие-то деньги. Это первый вариант. Второй вариант. Спекулянт просто теряет деньги на фондовом рынке и говорит, все, я больше не ходок. И как правило эти люди начинают идти в собственный бизнес, начинают искать какие-то альтернативы, где тоже можно получить спекулятивную доходность. И в итоге прожигают свою жизнь, постоянно находясь вот в этой болтанке, то густо, то пусто. У инвесторов такого нет, у инвесторов идет постоянный рост его капитала. И вопрос выбора, кто вы, инвестор или спекулянт, это ваша осознанность. Сейчас при этом очень хороший момент именно для инвесторов. Почему? Потому что рынок ценных бумаг, рынок акций, он одну треть времени падает и две трети времени растет. Мы находимся в уникальной ситуации, когда рынок уже снизился, дает хорошую возможность, чтобы войти в него, да, сформировать собственный инвестиционный портфель. И как раз я об этом рассказываю. У меня есть очень классный марафон. Легкий старт в инвестициях. В инвестициях, не в спекуляциях, ребят. То есть, если про спекуляции, это опять не про это. Если данный ролик вас действительно подвел к тому, что вы хотите стать инвестором, ссылочка внизу, марафон. Легкий старт в инвестициях. С чего стоит начать инвестиции? Какие шаги нужно сделать? Пройдите по ссылке. Регистрируйтесь на марафон. Давайте эти первые, возможно, непростые шаги сделаем вместе. Я вам в этом помогу. А так, у меня на этом все сегодня. Оставляйте обязательно комментарии. Подписывайтесь на канал. Отправляйте вашим друзьям, знакомым, которым вы понимаете, что они являются больше спекулянтами, чем инвесторы, и чем им это грозит. Надеюсь, что ролик был полезен. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Продолжение следует...